Не просто держаться на воде, а плавать. Амира Гараева научили именно здесь, так же, как сотни, если не тысячи других детей Нефтекамска. Я хожу всего лишь три месяца и уже умею плавать. Я не хочу, чтобы этот бассейн никогда не закрывали. Остаться на плаву – задача номер один теперь и для самого бассейна. Сотрудники центра уже привыкли делать ремонт по принципу что-то заменить, где-то подлатать. Все своими силами. И так из года в год. Бассейн в центре творчества уже существует в течение 18 лет. Бесперебойно работает. И, как вы знаете, что центр творчества – это у нас долгострой. После сдачи здания еще бассейн у нас долго не мог открыться. Только в 1996 году мы открыли бассейн. И после этого уже прошло столько времени. Чтобы лучше стало, надо привать еще душевые кабинки. А то есть пять кабинок – это мало для нас. А в самом бассейне? Ну, сам бассейн еще хороший. Надзорные органы куда более придирчивы и уже не раз выдавали предписания. Замена облицовки чаши бассейна, вентиляции, гидроизоляции стен, фундаментов, ремонт обходных дорожек, которые раньше, кстати, были обогреваемыми. Список проблем руководства центра хорошо известен и смета уже готова. Не знают только, где деньги взять. На сегодняшний день проектно-светная документация составлена. И для капитального ремонта плавательного бассейна требуется порядка трех миллионов рублей денег на встречу. Я считаю, что ремонт надо начать тогда, когда мы нужную сумму соберем. Потому что ремонт бассейна невозможно делать по частям. Если мы разберем, потом уже трудно будет все это восстановить. Треть этой суммы уже нашли. Помог один из городских предпринимателей. Нужно еще около двух миллионов. Цены на материалы подскочили после известных событий. Сам ремонт займет всего полтора месяца. Но если процесс поиска денег затянется, то 18-летие бассейна положит начало периоду его полнейшего упадка.